Уважаемые дамы и господа, переговоры с Александром Григорьевичем Лукашенко, заседания Высшего Госсовета прошли, как обычно, в атмосфере доверия и взаимопонимания. 15 лет назад Россия и Беларусь приняли стратегическое решение вместе строить союзное государство. Этот проект уже принёс большую пользу гражданам наших двух стран. И, что особенно важно, он стал одной из несущих опор общей архитектуры евразийской интеграции. Сегодня мы обстоятельно обсудили весь комплекс вопросов российско-белорусского сотрудничества. Особое внимание уделили перспективам дальнейшего развития торгово-экономических связей. Отметили, что в последнее время под влиянием неблагоприятной мировой конъюнктура, падение цен на нефть, резкие колебания валютных курсов, наметилось некоторое сокращение объёма взаимной торговли. В 2014 году оно составило около 5%. Для преодоления этой ситуации и обеспечения устойчивой динамики делового взаимодействия принимаются оперативные меры. Правительствами принят план мероприятий по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества. По сути, это совместный антикризисный план, направленный на дальнейшее укрепление российско-белорусской интеграции. Разумеется, все положения этого документа будут выполняться с учётом наших обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Серьёзную практическую отдачу ожидаем от решений, принятых на сегодняшнем заседании Высшего госсовета. В первую очередь имею в виду утверждённые нами приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития союзного государства на среднесрочную перспективу. Рассчитываем, что их поэтапная реализация позволит создать новые совместные производства и рабочие места, укрепить транспортную инфраструктуру наших стран. Ещё одним приоритетом остаётся наращивание взаимной инвестиционной активности. Беларусь – лидер по объёму накопленных российских капиталовложений, причём значительная их часть сосредоточена именно в реальном секторе экономики. Договорились насыщать наше взаимодействие новыми проектами в энергетике, автомобилестроении, электронной промышленности. Продолжим оказывать поддержку на государственном уровне программам в высокотехнологичной сфере. В утверждённом сегодня бюджете Союзного государства на 2015 год почти половина средств направлена именно на эти цели. Из совместных проектов особо отмечу сооружение в Беларуси атомной электростанции. Стоимость контракта составляет 10 миллиардов долларов. 90% из этой суммы – российские кредиты. Строительство идёт по графику. На 2018 год запланирован запуск первого блока. Важно в полной мере раскрыть потенциал межрегионального сотрудничества. В прошлом году в Минске успешно прошёл первый российско-белорусский межрегиональный форум, посвящённый развитию агроиндустрии двух стран. В этом году на втором форуме в Новгороде будут обсуждаться вопросы промышленной политики. Исходим из того, что такие встречи станут регулярными. Серьёзное внимание уделяем совместной работе в социальной сфере. Сегодня внесены изменения в соглашение об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства. Кроме того, срок рассмотрения заявлений граждан на получение вида на жительство не будет превышать трёх месяцев. Безусловно, эти нововведения ещё более укрепят двухсторонние контакты. Утверждён также ряд других соглашений по миграционным вопросам. Главным образом, по техническим аспектам взаимодействия профильных ведомств. Условились продолжить работу по созданию единого визового пространства. В этих целях имеется в виду подготовить соглашение о взаимном признании виз, выданных гражданам зарубежных государств. Конечно же, затронули международный вопрос, региональные проблемы. Говорили о ситуации и на Украине. Отмечу активные усилия Александра Григорьевича Лукашенко по содействию урегулирования этой проблемы, признательны за организацию недавних весьма непростых, но абсолютно необходимых переговоров в нормандском формате в Минске. Уважаемые дамы и господа, летом прошлого года мы вместе отпраздновали юбилей освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Нынешние заседания Высшего госсовета проходят в преддверии 70-летия Великой Победы. Наши народы плечом к плечу боролись с нацизмом, вынесли тяжелейшие испытания, но не покорились агрессорам. Изгнали врага не только со своей земли, но и освободили от коричневой чумы многие европейские страны и народы. Мы всегда будем чтить героизм и мужество поколения победителей, благодарить их за нашу свободу и независимость, за возможность жить и развиваться, сделая им всё необходимое, чтобы достойно отметить священный для нас юбилей. В заключение хочу ещё раз поблагодарить белорусских коллег за заинтересованный и деловой подход в ходе сегодняшней работы. Убеждён, что состоявшиеся переговоры внесут существенный вклад в укрепление союзного государства России и Белоруссии. Благодарю Вас за внимание. Уважаемые друзья, дамы и господа, основной лейтмотив нашего сегодняшнего мероприятия заключается в том, что в самые сложные времена, о которых только что говорил президент России, и в сегодняшние непростые времена, мы тогда были вместе, мы будем из этой ситуации непростой, выбираться так же вместе. Так легче, так поступают истинные близкие народы, братья. Состоявшееся сегодня заседание Высшего Госсовета подтвердило особую значимость в современных условиях и в перспективе наших двусторонних отношений. Вступление в силу с 1 января 2015 года договора о Евразийском экономическом союзе, как показало сегодняшнее заседание ВГС, не снижает актуальности и перспектив развития союзного государства. Оно остается наиболее продвинутым интеграционным образованием, в рамках которого впервые совместно отрабатываются и реализуются многие вопросы. Пусть не так быстро, но не наскоком, а как было здесь сказано президентом, мы аккуратно совершенствуем ранее принятое наше решение и те процессы, которые проистекают на территории нашего Отечества, они постоянно находятся в поле зрения наших правительств, руководства наших стран. Мы сегодня приняли бюджет государства союза на 2015 год. Важно, что в текущей непростой ситуации мы этот бюджет увеличили. Значительная часть этих средств, как было сказано, пойдет на союзные программы. Это энергетика, строительство, транспорт, сельское хозяйство. Таких у нас 40 проектов. Утверждены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития нашего проекта союзного на среднесрочную перспективу, до 2017 года включительно. Это такие направления, как согласование внешней политики, формирование единого научно-технологического пространства, развитие агрокомплекса, создание единого миграционного пространства, общего рынка труда, обеспечение социальной защиты граждан. Мы также рассмотрели ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики. Мы с Владимиром Владимировичем всегда отмечали плодотворное сотрудничество, особое сотрудничество наших двух ведомств, дипломатических и оборонных ведомств. Я благодарен президенту России за ту трепетность и чуткость в отношении нашей общей победы, 70-летие, которое мы празднуем в этом году. Вы знаете, многие говорят, что мы слишком часто говорим об этом, но ведь давайте не будем душой кривить, только два осталось государства, которые так трепетно относятся к этой дате. Свидетельством тому было присутствие президента России в прошлом году на праздновании нашей победы при освобождении Беларуси, создание и открытие, мы с ним открывали новый музей Великой Отечественной войны, в Минске, мы очень активно работаем, особенно наши ученые, по противодействию попыткам фальсификации истории искажения исторической правды во Второй мировой войне, что называется на злобу дня, особенно в последнее время. Кто бы мог подумать, что на просторах бывшего Советского Союза, народах которых рука об руку воевали против общего врага, спустя 70 лет, мягко говоря, появятся люди, которые не понимают и не знают историю Великой Отечественной войны. Поэтому нам уже в общем доме приходится защищать итоги Великой Отечественной войны и не допустить фальсификации этих итогов. Мы подписали, только что вы это видели, ряд международных документов, напрямую затрагивающих интересы наших граждан Беларуси и России. В этом ключе мы и дальше будем действовать. Владимир Владимирович сказал, что накануне мы немало посвятили времени обсуждению один-на-один состояний наших отношений и перспективы их развития. Знаете, по-разному относятся к нашим отношениям. Это небольшая часть общества и у нас, и в России. Но те, кто думают, что мы имеем такие непреодолимые проблемы, пусть успокоятся, мы их приятно разочаруем. Мы в этой сложной ситуации знаем, что делать, и мы договорились, что из нее, как я уже сказал, мы будем выходить вместе, как и положено нашим братьям, братским народам. Владимир Владимирович, знаю, что вам непросто, правительству непросто в эти времена, но мы чувствуем вашу поддержку. И не просто поддержку. Мы реализовываем такие крупные проекты, вы один из них назвали, атомные электростанции. Это 10 миллиардов долларов. Должен вам сказать, что на два месяца уже сегодня опережаем проект. Белорусы и россияне строят ее вместе, рука об руку. И у нас есть очень крупный космический проект. На этих проектах в Беларуси создана космическая отрасль, которая работает рука об руку, плечом к плечу, с российскими космическими предприятиями. Высокие технологии. Это то, о чем я по заявлению Дмитрия Анатольевича Медведева недавно слышал, выход на новый инновационный путь развития. В данном случае мы друг от друга не отстаем. И я уверен, мы вместе преодолеем любые трудности. Просто надо понять, что ничего экстраординарного не произошло. Мы просто работаем в новых условиях. К ним надо адаптироваться спокойно, с трезвой головой, чистыми руками и дальше действовать. Что мы сегодня продемонстрировали. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за сказанное. Благодарю ваших коллег и вас за активную работу на НИВе нашего проекта союзного. Вы можете быть уверены, что белорусы достойно пройдут свою часть пути. Спасибо. Мы говорили об этом. По форме все правильно. А по сути, как Владимир Владимирович, издевательство? Спасибо. Всего доброго.